Послушайте просто это. Хотела, чтобы вы послушали, как собаки подвывают. Все, у нас сирена. Как всегда. Чем ближе зубной, так начинается какая-то ерунда. Все. Тревога, Алис. Сейчас пойду читать, что там, где, откуда летит. Я говорю, у нас как не зубной, так сирена. Ты заметил? Да. Каждый раз. Мы два раза переносили зубного из-за того, что вся Украина была красной. И писали «Высокая опасность». И типа сидите в укрытиях. Да, тревога странная в верхней части. Житомирская даже область, Киевская. Минницкая, Черкасская. Обычно снизу, а тут сверху тревога. Что-то сверху летит. Провожают здесь. Мы едем к зубному. Лечите, Алисе, наконец-то зубы. Воздушную тревогу уже отменили. Охранники. Сейчас, Лисюшка, тебе эту черную дырочку на переднем зубчике замажет. И будут зубки беленькие. Да? Мама, а как ты мне будешь сверлить, дырочки не мазать? Ну, сверлят, знаешь, зачем? Чтобы черненькое убрать, а потом замазывают. Черненькое уберет, конечно, и замажет. Да? Ты увидишь, это совсем не страшно. Алиса не из-за стоматолога расстроилась. Она просто дома расстроилась. Папа ее наругал, но наругал по делу. А я сказала, папа прав, доченька. Потом, после зубного, возможно, поедем купим Алисе сапожки. У нас нету зимних сапогов. Прошлогодние оказались маленькие. Уже продаются? Ну, конечно, продаются. Уже первый снег был, мама. Хоть еще и октябрь не закончился. У меня опять разболелся страшно вот этот зуб. Вчера. Во время того, как я шашлык кусала. На свою голову взялась есть кусочек шашлыка. И так до сих пор и болит. И я уверена, что это не зуб болит, а десна. Но травмирует ее зуб. И надо его таки вырывать. Причем так болит, что готова прямо сейчас вырвать. Вот серьезно. Если бы сейчас у них там место было, я бы под шумок вместе с Алисой вырвала бы зуб. Хорошо, что я не вырвала его раньше. Потому что я бы на Настин день рождения тогда, возможно, плохо себя чувствовала. А так все пришло нормально. Ну вот, взяла и заснула. Теперь понятно, почему дома капризничала. Она сегодня рано очень встала. На удивление рано. Заснула у Кати, к нам спустилась в 8 утра. А заснула довольно-таки поздновато вместе с Катей. Взяла и заснула. А вот буквально так, просто закрыла глаза и вырвалась. Просто ты ей руку погладила, и она уснула. Капец. Алисенька. У нас еще 5 минут до приема. Можно 5 минут поспать. Видишь, даже рано приехали. А ты боялся, что мы опоздаем. Сюда вот мы записаны, в клинику Соболевского. Там есть детский врач. Я надеюсь, он найдет к Алисе подход. Потому что первый раз лечить зубы надо, чтобы был очень хороший подход. Чтобы не было такого, что врач там... Давай, садись. Давай, делай. Ну, а что врач... Как вверх. Да, как ты. А что врач был все-таки с подходом. Добрый. Пойду узнавать пока. Не успели мне вырвать зуб. Освободился детский доктор. Но я пойду с Алисой, потому что... Ну, с Костей отправить ее не вариант. Мне кажется, она может испугаться. Ей надо, чтобы я ее поддерживала. Мы могли бы сейчас разойтись по разным кабинетам. Я зуб вырывать, а Костя с Алисой, например, к врачу. Но ей лучше будет с мамой. По-любому. Все. Мы, можно сказать, готовы. Бахивы надели. А проснуться еще пока забыли до конца. Побою-каю мою дочку я. Какое удобное кресло. Добрый лень. Пошли, дочки. Идем, зайчик. Она заснула в машине. Так. Пошли. Идем. Давай в девочку. У нее вам для ортодонта еще лучше? Да, нам надо. Но мы у нее были. Так. Ты же у нас ни разу не была, так? Нет, была у ортодонта. Но сказали, приходить в 6. Давай, вы еще трошки подсовывайся. Опа. И чуть-чуть поднимай голову. Сейчас ей трошки вы еще. Ой, все. Подберем, ложи. Чтобы я вам не заважала. Ложи, ложи. Чтобы не удовольствие еще-то. Да? Кладай голову. Давай сначала надо все посмотреть твои дырочки. У нас там на переднем зубчике появилось. Мы 7 месяцев отсутствовали, были за границей. Широко, широко. Не, а так, широко. Широко. Я просто делюсь? Да, лечить ешь. Угу. Писаешь, пожалуйста. Раскрывай широко, широко. И вот передний зубчик, вот это вот черное пятнышко появилось. А вот темное вино такое упало. А вот и темное стало, она ударилась. Ну, мы ходили... Травма была. И там, по-моему, уже стал даже светлее, чем был. А был прям такой серо-темно-серый. Сверху в пятерочке вот есть карелес. Ага. Пятерочки. Четверочки. Такий начальный невеликий. А 55 наживательный билет. Писать карелес. Такс, 54 наживательный, такой начальный. 53. А все, тоже есть, еще бачите. Такс, 61. Открашивай широко. Передний зуб это 61? А тут считается по квадратам. Ага. 6, 7, 8 будет. А, вот так вот. Да. А у взрослого падает 2, 3, 4. Ясно. На 65 тоже карелес. У нас собирала ты карелеса в Испании. Чупа-чупсы любила. У меня 63 тоже есть. Такс, а внизу, внизу, внизу. Широко открываем. Ага. Молодец. Внизу у нас 75. 85. И 84. Не кузай. Смотрим зеркальце. Вот в принципе, в принципе, все остальное нормально. Ну что, будем пробовать с тобой сейчас лечить? Конечно. С переднего начнем, да? Мама, я не могу уже идти домой. Не, ну как это идти домой теперь лечить? Она подсинави и политики, я не промывала. Она мне уже спрашивала, будут ли жужжать. Я сказала, что пожужжат, чтобы убрать кариес, а потом замажут. Котича, положи голову. Сначала мы будем забирать. Попробуй. Вот так. Это ветерок. Ветерок. Забирай пылесосик. Пылесосик маленький. Мы будем жужжать маленьким шариком с водичкой. Что? Я тебе обещаю, что больно напитать. Не, не, я же здесь с тобой, не бойся. Не бойся, это не больно, солнышко. Честно, честно. Честно, честно. Дивись, давай так. Если вдруг микроб, я кижевать в твоем черном зубе, это укусит, то ты поднимаешь просто левую ручку и мы останавливаемся. Договорились? Хорошо. Если что-то будет не так, вот так ручку поднимешь, и что-то перестанет жужжать. Хорошо? Окей. Ну все, давай. Дивись, я буду такую штучку и слюнку забрать. Это пылесосик маленький, Алис. Это маленький пылесосик, чтобы слюна не текла сюда. А шарик будет с водичкой? Нет. Алис, не бойся, ничего страшного нет. Ты что-то подешет, иди, не попробуем. Давай на молотку покажи, давай. Нет. Дивись, снялся, его на молотку может, Дивись. Видишь, это не страшно, Займ. Дивись. Дивись. Алис, это не страшно и не больно? Честно, честно. Нет. Давай, открывай ручек. Ну, Алиса, здрасьте. Потом такие шарики растели на дверь. И ручку добы. Алисочка, это не страшно, честно. Мама, нет. Давай я тебя за ручку подержу. Подержать за ручку? Да. Дивись. Давай. Иди попробуем. Алисочка, это не больно, не бойся. Мама. Я здесь. Чуть-чуть. Я тебя держу за ручку. Чуть-чуть перепробуем. Молодец. Умничка. Ну, ты правда? Нормально? Нет. Так, скажи. Что? Ты не больно? Нормально? Воды много? Дивись, ты воду в трубочку отдавай. Варанжевую. Давай, я буду собрать водичку. Клади головочку. Клади. Клади головочку. Клади головочку. Света, скажи, вылети микроб. Вылети. Ты молодец. Молодец, Алис. Какая ты молодец. Молодец, Алис. Уже белый зубчик становится. Да, уже почти что-то было. Что такое? Не хочу. Не, ну, Алис, не хочу. Надо. Там микробчик в зубе живет. Мама, не хочу. Китсюнька, а что ж мне половину микроба забрала? Половину от доски. Ты знаешь, что микроб будет ест дальше зуба, потому что он будет полностью черный. И все, и мама не сможет тебя снимать, потому что в своем ютуб-канаде. Если у тебя зубик весь почернеет, микроб был весь съест заяц. Давай уберем микроба. Ложись. Давай, клади голову. Там чуть-чуть осталось. Алис, чуть-чуть осталось. Алис, чуть-чуть осталось. А ты что, пойдешь с микробом домой? Ты же бачишь, как ты показаешь, как тебе там микроб показать? Она видела. Она видела. Алис, лажись, она просто спать хочет. Она рано утром встала и в машине только что заснула. То она еще и капризничает. Давай быстро, давай. Какие у тебя очки, посмотри. Ты видишь себя? Да, Алиса, мам. Да, класс. Алисе такие классные очки надели, чтобы ей не светило солнышко в глазах. Модная-модная. Лампочка. Мама с Алисой села. И Алиса умничка. Молодец. Такая молодец. Угу. Мы все с тобой видим, да? В мою камеру. Видишь? Оф, он микробчик убивается. А мне мама, когда я была маленькая, когда мне вырывали зубы и лечили, покупала жвачку. Я всегда так радовалась. Это тогда была такая довольно редкость. Да, вот эти все стимиралы там были. А мы с тобой сходим и игрушку купим, да? Да. Ты же потом покажешь игрушку? Нет. Ну и ладно. А тетя же хорошая хочет с тобой дружить. Ты же любишь, когда ты много дружить? Нет. Давай пока еще не будем балахать, а тут пломбочка не получится и придется перероблять. Да, сейчас нельзя разговаривать, сейчас тихонечку сидит. Все, какая ты молодец. Все цветы. Будем сегодня, наверное, в стоматолога играть дома. У нас есть набор, там этот пластилиновый, зубы лечить. Пойду. Класс. Все, котик, сейчас шлифуем. Откроем. Я тогда открою, открою, не закрою. Давай посмотрим. Белый стал зубчик, смотри, и пропало черное пятнышко. Ух ты, смотри. Вау. Все, ничего там не мешай. А ну покажи мне. Вау, какой он беленький стал. Посказать что-то надо. Давай, зверюшки, я выбираю эти двери. Ух ты, какие зверюшки, глянь. Выбрала? Уточку? Двери сами открываются. Идем сзади. Алиса, не стучи. Все, пошли. Лавочка, смотрите, какая лавочка. А ну, солнышко, покажи мне еще раз зубик передний. Вот так, хорошо, чтобы я увидела. Ну, Алиса, покажи вот так. Все, нету нашей дырочки. Черной. Красивый белый зуб. Еще и куча подарков. Пошли папе похвастаемся. Какой красивый стал зубчик. Только папы в машине нет, он куда-то ушел. Наверное, ему скучно, нас долго ждать было. Папа, пойдем его поищем. А мы ему сейчас позвоним. А здесь зубки. У тебя есть зеркальце, бабушка? Побои Лисе показать. Есть. Сейчас достала. Все, нету черного пятнышка. А где резинка там? Нет там никакой резинки. Они просто загладили сверху пломбочку и все. Нет, я сейчас с резинкой. С какой резинкой? Они же говорили, что я с резинкой. Ну, они взяли резинку и резинкой вот так загладили зубчик, чтобы он гладенький был. И все, убрали резинку свою. Нет, я сейчас с резинкой ходить. С резинкой ходить. Так какой магазин папа пошел? В Деликат. А зачем? Катя позвонила, сказала, что в животном нету фруктов, овощей. А она на тебя позвонила? Да. Блин, потому что его телефон у меня. И она на меня позвонила, я ему сказала, он говорит, я тогда пойду быстренько куплю. А давно ушел? Давно уже должен прийти. Ну, хорошо. Алисе шарик подарили, наклейки подарили, еще и какую-то фигурку животного. Целую кучу сил. А где эта фигурка? Мне даже не хочется тебе идти игрушку покупать. Я обещала ей, говорю, зубы полечим, поедем купим игрушку. Мама, сейчас мы покупали. Ну, я куплю, потому что я обещала, но с таким поведением прямо не хочется идти покупать. Ну, все равно купи. Куплю. Я же обещала. Ты не плакала? Плакала, когда мы ушли. А, когда ты не хотела уходить, кричала, полечите мне еще пару зубов? Нет. Просто я плачу за доктора, потому что не хотела к нему идти. И остаться с черной дыркой. Так ты осталась с черной дыркой или полечила? Полечила. Вот я вам буду пакать. Слушай, как-то она странно стала после него разговаривать. Отрывистая очень. Что там ей сделали? А за уздечку не спросили, я напомню. Да, я забыла. Но я к ней записалась еще на следующий раз. Ей тут кучу лечить. Кучу? Ого. Вот сколько кариеса Алисина считали. Так о тебе вырвали? Что ты говоришь? Да нет, это же не вырвали, потому что уже занят доктор. Ну хорошо, что я с Алисой пошла, я тебе говорю. Да, она у меня на руках сидела вообще. Заприху что-то говорили? Да, сказали, ой, вам к ортодонту тоже надо. Я говорю, да я знаю, мы были, но она сказала, что с 6 лет что-то делать. Мы же здесь же были у ортодонта. Так что. Можно еще раз показываться. Да, вот это все зубы у нее, куча кариеса. Ну покажи папе, что теперь нету черненького на зубчике. Покажи. Да, все это беленький. Ну что, в Крещатик-Сити? Да нет, в магазин игрушек. Я обещала Алисе. Домой в смысле? Да, мой в смысле. Конечно, можно в теории игрушку найти в этом кладовке какую-нибудь. Но я обещала, поэтому пускай что-то сама себе выберет. Ты сейчас оттуда с одной не выходишь. А я не буду, Алиса же будет выбирать. А, да, еще. Не, я не буду, я тебе серьезно говорю. Мне сейчас так зуб болит, мне вообще ничего не хочется. Так, нет, с тобой. Я знаю, что ты не любишь, но с тобой, ну солнце, пожалуйста. Пройдемся вместе, как семья. А, я в магазин не буду заходить, а рядом. Хорошо. Видите, тут стрелочка бомбосховощи написана, бомбоубежище. Так что, если что, можно в магазин сразу вниз и бомбоубежище. Я сначала подумала, что шариком не стоит, а потом думаю, на нем все равно написано Соболевский. Понятно, откуда он, что он из клиники. Капец, во что превратился вход в магазин. В маленькую дверь. Заходи. Короче, в магазине система... Алис, Алис, не беги, подожди. Система такая, что наверх эскалаторы работают, а вниз нет. Экономим электроэнергию таким образом. Вообще людей немного, я бы сама не шла, честно говоря, в торговый центр. Алис, жди маму. Давай. Что там? Что тебе нравится? О, а вот и папа. Что, туалет закрыт, что ли? Видите, эскалаторы вниз не работают. Люди спускаются пешком. Ну, хорошо, что сделали, что вверх работают. Предбай себе кроссовки, говорит. Слышите, у меня муж на украинском заговорил. А, выбирай. Я хочу эту игрушку, эту игрушку. Да, эти у нас все дома есть, похожие. Эту тоже. Слушай, у тебя гора машин этих, Алиска. Зачем еще? Мам, не пойду. Ты и в тени играешь. Купи что-то, чего у тебя нету, Заяц. Мам, пожалуйста. Мама, смотри, что нашло. И что это? Это же на правах руки. У тебя такого нету? Нету. Тебе нужен? Нужен. Ну, хочешь, бери. Здесь тоже вот. Да. Ну, может, еще посмотрим. Может, и что-то другой захочется. Мам, у меня есть такая скай, а вертолета нет. Вертолет тоже где-то есть. Пошли посмотрим вообще, что здесь есть. Не только щенячий патруль. Что тебя на нем зациклило? Мама, смотри. Нам много лет. Пошли дальше. Тут еще куча игрушек есть. Ну, динозавры нам не надо. Динозавры это домочко. Мягких игрушек у нас тоже полным-полно. Мягкие нам тоже не надо. Мама, я так хочу. Самого милого этого пуделя. Милого пуделя? Хорошо, запомни его. Пошли посмотрим еще что-нибудь. Чтоб ты уже точно определилась, что тебе хочется. Мама, смотри, давай купим этого кролика. Так у тебя же есть вот такой котик. Мам, смотри, у нас нет такого кролика. Ну, и зачем он нам? Ты и котиком этим не играешь. Он лежит. Ну, хорошо, запоминай его. Пошли дальше. Видишь, ты уже три игрушки выбрала. А надо одну. Мы выберем потом какую-то одну. Пошли дальше посмотрим. Я поняла. Да. Да, такая у тебя тоже была. Она воняет. Понюхай ее. Резиной. Мы зашли в игры. Главное, кролик Бу теперь продается спокойно. А раньше не было. О, какая-то игра. Щенячий патруль. Кидаешь кубик и ходишь. Ну, опять щенячий патруль. Днем, честно говоря, уже самой надоел. Надо что-то дорогое купить.